Всем привет! Мы решили открыть новую рубрику, где будем освещать новости из сферы туризма во всем мире. И решили рассказывать вам новости на прогулке, чтобы заодно показывать вам пейзажи, городскую инфраструктуру, ценники, ассортимент товаров Турции, ну и так далее. В общем, виды Турции без фильтров, со всеми красотами и подворотнями. После просмотра видео очень просим оставить обратную связь в комментариях. Как вам такой формат? Вы на канале Турки Спейс. Я Олеся. Я Владимир. Погнали! Итак, первая новость в списке. После землетрясения в Турции 6 февраля жители Истамбула охватил массовый психоз. Граждане требуют провести проверку от 140 тысяч зданий на предмет сейсмостойкости, так как с момента последнего землетрясения в 1999 году город сильно разросся, а некоторые из южных районов Стамбула находятся всего в 15 километрах от севера Анатолийского разлома. В связи с чем люди стали рассматривать варианты переезда подальше от разлома. Стала заметна активность поиска жилья в северных районах Стамбула, а в особенности повышенным спросом стали пользоваться частные дома. Активизировались поиски в таких городах, как Идирни и Кыркларыли, расположенным в менее подверженном землетрясениям районе в 200 километров к северу-западу от Стамбула. Несмотря на то, что сейсмологи рассчитали 47-процентную вероятность землетрясения силой более 7,3 балла в Стамбуле в течение 30 лет, люди сильно напуганы. Частные предприниматели в своих лавках даже стали продавать свистки. Так Алинизир, владелец хозяйственного магазина, рассказывает о том, что свистки пользуются большим спросом, люди боятся застрять под тоннами бетона. Некоторые жители рассказывают о том, что после 6 февраля стали хранить печенье и воду у изголовья своих кроватей. А вы как, боитесь землетрясения в Стамбуле? Начали предпринимать уже какие-то действия? Расскажите в комментариях. Ну и как же без скандала в Турции, а особенно в преддверии выборов? Так, после слов министра сельского хозяйства Вахита Керещчи, сказанных в прямом эфире, разразился целый скандал, в результате которого министра обвинили в цинизме и отсутствии сострадания. А сказал он следующее. Так, если перевести на русский его слова, то звучит его высказывание так. Да, наводнение забрало наших 15 жизней, но на землю попала вода. До наводнения 15 марта во многих регионах Турции была засуха, и сельхозпроизводители ждали осадков. А вы как думаете, оправдан ли скандал с министром? Или тот неуклюже выразился, и ему стоит просто принести свои извинения перед гражданами? Новости про деньги. Здесь, как обычно, ничего хорошего ждать не приходится. Райфайзенбанк, главный банк иммигрантов, готовится уйти из России. Райфайзенбанк Интернешнл обсудил сделку, согласно которой российский Райфайзен и его белорусская дочка Приорбанк отойдут Свербанку. А взамен австрийская группа получит европейский бизнес Сбера. А все из-за того, что Международный европейский банк выдвинул Райфайзен в условия, согласно которому тот должен покинуть Россию и Беларусь. Стоит сказать, что сейчас через Райфайзен проходит около 50% трансграничных транзакций из России. И вот, в свете этой информации возникает логичный вопрос, что делать, когда из РФ уйдет последний крупный банк для международных расчетов. Точно рабочих вариантов пока всего два. Открыть транзитный счет в одной из стран СНГ, благодаря которому можно обменять рубли на доллары или евро по выгодному курсу. Затем вы уже сможете отправить деньги в страны ЕС. Или рискнуть и освоить криптовалютные переводы. Но у этого способа есть нюанс. Сложно подтвердить прозрачность и легальность денежных средств при обмене криптовалюты на нацвалюту. От месяца к месяцу все меньше стран готовы принимать у себя россиян. И вот одним из пристанищ россиян стал остров Бали. На острове россияне организовались вместе, снимали виллы толпами, устраивали шоу и разные мероприятия. И желающих пожить на безопасном райском острове стало так много, что в какой-то момент местные жители всю эту тусовку стали называть русской деревней. Но местные оказались совсем недовольны таким состоянием вещей. Так жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию острова по поводу возникновения маленькой Москвы, заселенной россиянами, которые не соблюдают местные нормы и обычаи. В частности, их возмущало, что русские туристы арендуют множество апартаментов, проживают там все вместе и оказывают нелегальные услуги. А также поступали заявления, что россияне нарушают визовый режим и остаются на Бали намного дольше, чем разрешаются по туристической визе. Попросту нелегалят там. На фоне таких многочисленных заявлений сначала ввели запрет на аренду байков иностранца. А следом офицеры миграционной службы Бали стали мониторить социальные сети российских туристов, чтобы выявить возможные нарушения правил туристической визы. В том числе следят за тем, чтобы прибывший по туризму иностранец не ввел никакую трудовую деятельность. И вот эти меры уже принесли свои плоды. Стало известно о депертации 47 иностранцев, среди которых 13 граждан РФ. По информации в Лумберг, иностранцы выдворили за нарушение условий пребывания и неправильное использование ВНЖ. Глава Бали, в свою очередь, призвал индонезийский МИД и Минюст разрешить прекращать действия виз туристов, если последних поймают за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений. Ну что, минус одна страна в списке релокаций из РФ? Или минус две? Индия ужесточила правила пребывания в стране для граждан РФ. Теперь максимальный срок пребывания для россиян по электронной туристической визе составляет не более 180 дней в году, сообщило российское посольство в Нью-Дели, тогда как ранее туристы жили там годами по онлайн-визе, выезжая лишь на один день каждые 90 дней. По новым условиям непрерывно находиться в Индии российские туристы могут по-прежнему до 90 дней. И принятые изменения действуют и задним числом, отметили в ДИП-представительстве. Поэтому тем, кто уже имеет онлайн-визы, не стоит выдыхать. Вас эти условия тоже касаются. Но при этом впервые Аэрофлот на летний сезон увеличивает количество рейсов в Индию. Так, с 26 марта полеты из Москвы в Дели будут выполняться ежедневно. Перевозчик заявил, что цены на билеты будут от 31 тысячи рублей туда и обратно. Интересное решение. Условия пребывания ужесточают, а количество рейсов увеличивают. И цену ставят даже ниже, чем долететь в Турцию. Непонятно. Да ладно. Новости из Таиланда, который перестает быть дружелюбной страной к россиянам. Теперь Таиланд будет выдавать граждан РФ, подлежащих мобилизацию и заключению. Договор между странами был подписан на два года. Но при этом власти островного государства всерьез обсуждают возможность продления 45-дневного безвиза для россиян еще на год. До 31 марта 2024 года. Пока вопрос находится на рассмотрении. Но все перспективы его принятия есть. И уже вводят запуск электронных виз для граждан РФ в 2023 году. По этой визе можно будет пребывать в стране 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней. Цена такой визы составит 1000 бат, что равно примерно 2200 рублей. И при этом, как известно, все ковидные ограничения и необходимость медицинской страховки отменены. А еще Банк Приморье возобновляет SWIFT переводы в Таиланд в долларах и батах. Они будут осуществляться в адрес CrankTaiBank, сообщили в пресс-службе банка. Переводы через SWIFT у банка были приостановлены по всем направлениям с конца февраля, после того, как он попал под санкции США. Но вот Таиланд явно никак это не смущает. Таиланд нынче стал больше похож на манящую сирену, чем на райское убежище. А вы как думаете, напишите в комментариях. А еще и Вьетнам вслед за Таиландом рассматривает возможность увеличить срок безвизового пребывания в стране для россиян с 15 до 30 дней. А срок пребывания по онлайн-визе с 30 до 90 дней, сообщает Vietnam News. Соответствующие поправки в закон о въезде, выезде, транзите и проживании иностранца в стране подготовило Министерство общественной безопасности Вьетнама. Поправки в законопроект будут обсуждаться на пятом и шестом пленарных заседаниях Национального собрания Вьетнама в мае и октябре 2023 года. Ну хоть что-то приятное, не правда ли? Пока любимые россиянами Азия и Индия только начали усложнять им жизнь, европейское государство все глубже погружается в культуру отмены. Теперь в странах Евросоюза у россиян перестали принимать карты, выпущенные в Армении и Казахстане. И уже известны случаи, когда компании по прокату автомобилей, кроме банковской карты, начали требовать подтверждения на право легально находиться в стране, которая выдала эту карту. Так, двое туристов из России не смогли забронировать автомобиль картами виза в автопрокате «Бюджет» в Италии и Германии, по причине того, что их карты были оформлены в Казахстане и Армении. Но вот одной россиянке с карты Белорусского банка удалось отстоять свои права в прокатной кампании, сообщив сотрудникам, что Россия и Беларусь являются союзными государствами. Такие случаи пока единичные, и карты стран СНГ продолжают выручать большинство россиян за границей, но все же над карточным туризмом начинают нависать опасность. Комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение россиянами недвижимости в стране, согласно которому граждане РФ лишаются права приобретения объекта недвижимости в Литве на свое имя или от имени учрежденных здесь юридических лиц. Рост сделок по приобретению недвижимости гражданами РФ или юридическими лицами, которые они учредили, со временем может обернуться рисками для национальной безопасности, заявил председатель комитета Лауренас Касчунас. По его данным, в прошлом году россияне приобрели в Литве 699 объектов недвижимости. И в итоге Литва решила не мелочиться, а просто запретить россиянам и белорусам все. Семь Литвы одобрил в первом чтении пакет законопроектов, запрещающих гражданам России и Белоруссии Первое. Подавать заявление на получение национальной визы, за исключением случаев, когда МИД Литвы наступает посредникам. Второе. Получить разрешение на временное проживание в Литве через внешнего поставщика услуг за границей по типу глобал виза и визовых центров, за исключением граждан России и Белоруссии, уже имеющих действующий ВНЖ. Также запрещено получать литовское гражданство. И четвертое. Приобретать недвижимость в Литве запрещено. А еще, согласно законопроекту, ужесточается контроль за передвижением российских граждан через внешнюю границу ЕС на территории Литвы. Закон должен вступить в силу 15 апреля сроком на один год. Чехия, так же как и Литва, продолжает минимизировать возможность гражданам РФ попасть в страну. Сначала Чехия перестала выдавать визы и ВНЖ россиянам после 24 февраля 2022 года. Потом в июне ограничения продлили до конца марта 2023 года. С 25 октября Чехия запретила въезд для российских туристов. Ограничение касается всех, кто прилетает из-за пределов шенгенской зоны. Уже с ноября прошлого года Чехия запретила для россиян безвизовый транзит. Для тех, у кого нет шенгена, стало необходимо оформлять транзитную визу для пересадки в чешских аэропортах. А теперь Чехия продлить действующий запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии до конца марта 2024 года. Кроме того, визы теперь не смогут получить россияне и белорусы с двойным гражданством. Правительство страны одобрило соответствующее предложение чешского МИДа. Похоже, про Чехию придется всем забыть. Новость российских банков Любимый банк путешественников Тинькофф начал предлагать своим премиальным клиентам оформить карты казахского банка Freedom Finance. Официального релиза такой услуги не было, и в приложении вы не отыщите такого предложения. Но в техподдержке банка информацию подтверждают, и уже известны некоторые подробности. Предлагают карту оформить системой MasterCard Gold. Ее можно использовать за рубежом, оплачивать иностранные подписки, но в России она не работает. Да и зачем? Стоимость выпуска составляет 30 тысяч тенге, это около 5 тысяч рублей, что гораздо дешевле, чем оформляют посредники. Для выпуска карты нужен загранпаспорт и казахский ННН. Его оформляет удаленно сам Тинькофф. Премиальные клиенты это те, которые пользуются подпиской Тинькофф Премиум за 1990 рублей в месяц. Новости США Никита, если ты это смотришь, ты прямо вовремя все сделал. Потому что в США зафиксировали рекордный рост числа прибывающих через Мексику россиян. По данным погранично-таможенной службы Соединенных Штатов, за последние 5 месяцев через границу с Мексикой въехали рекордные 25 тысяч россиян. Россияне приезжают в Мексику, а затем переходят границу с США различными способами, в том числе и незаконными. И подают там прошение об убежище. По данным Минюста США, с октября 2022 года доля россиян, получивших убежище в стране, составила 63%. Хочется спросить, а что случилось? Новости ближнего зарубежья. Казахстан заявил о том, что с 1 апреля начнет блокировать товары, которые идут в России по параллельному импорту. При этом один из высокопоставленных чиновников Казахстана заявляет, что не вводит ограничения против России, но позволит обходить западные санкции. Вот так. Но вот карту пока оформить можно даже удаленно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные и важные события в мире, которые напрямую могут касаться тебя. Ставьте пальцы вверх и не забывайте про колокольчики. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»